Добрый день дорогие друзья! С вами Игорь Целинчук, автор системы Пяти Побед, трансформации 6 и блога «Как похудеть легко и навсегда». И сегодня с вами в этом ролике, подготовленном вместе с американским порталом NutritionFacts.org, мы поговорим о том, что такое преддиабет у детей и как предотвратить это заболевание. Преддиабет – это начальная стадия диабета. Это не только высокое состояние риска для развития диабета. Возможно, это уже сама начинающаяся болезнь. У людей, которые страдают преддиабетом, возможно, у них уже есть повреждения глаз, почек, кровеносных сосудов и сердца. Данные многочисленных исследований показывают, что хронические ослаждения сахарного диабета 2 типа начинают развиваться в течение преддиабетической стадии. Так, когда уже преддиабет, это возможно уже слишком поздно, чтобы предотвратить повреждения органов. Поэтому просто необходимо предотвращение преддиабета чем раньше, тем лучше. 30 лет назад практически весь сахарный диабет у молодых людей был аутоиммунным диабетом 1 типа. Но с середины 90-х годов мы видим сильное увеличение диабета 2 типа среди молодежи. Особенно это заметно в Соединенных Штатах Америки. Действительно, термин «острый диабет» сейчас вообще отменен и заменен на тип 2, потому что и у детей, и у молодых людей в настоящее время болезнь эта стремительно развивается. И последствия могут быть столь же разрушительными у 15-летних детей с диагнозом сахарный диабет 2 типа. У них тревожными темпами развивается слепота, почечная недостаточность, ампутация и смерть в молодом возрасте. Почему такое резкое увеличение детского диабета? По одной причине – из-за резкого роста ожирения в детском возрасте. За последние 30 лет количество детей с диагнозом «избыточный вес» выросло больше, чем на 100%. Это в Соединенных Штатах Америки. Но во всех странах намечается такая тенденция, к сожалению. После того, как ребенок с ожирением достигает возраста 6 лет, то, скорее всего, он будет оставаться таким. Это печальная правда. И даже если он худеет, избыточный вес в детстве предсказывает болезнь и смерть, повзрослев, несовисимо от массы тела взрослого. То есть то, что закладывается в детстве, эти вещи на здоровье оказывают влияние и в будущем. Избыточный вес у подростка может предсказать риск заболевания 55 лет спустя. Это риск смерти от сердечного приступа, рака, подагры, артрита. На самом деле избыточный вес у подростка – это самый мощный фактор этих рисков, чем избыточный вес в взрослом возрасте. Это и подчеркивает важность сосредоточения усилий на предотвращение детского ожирения. Откуда мы это знаем? По официальным данным Американской Академии Педиатрии, по руководству, по клинической практике, проблема в том, что дети едят слишком много жира и сахара и не едят достаточно фруктов и овощей. Что такое жир и сахар? Да это те кондитерские изделия, которые едят дети и любят и так далее. И они недостаточно едят фруктов и овощей. Врачи, начиная сразу же после рождения ребенка, должны дать правильные советы давать относительно питания и роста ребенка для того, чтобы ожирение и его осложнения были сокращены. Был опубликован документ, в котором советуют, что вообще, в принципе, даже часто детям не есть мясо вообще, можно быть достаточно эффективным стратегией. Популяционные исследования показывают, что вегетарианцы имеют меньше средний вес, чем сопоставимые с ними не вегетарианцы. Это одно из крупнейших таких исследований на сегодняшний день. Индекс массы тела более 30 считается ожирением. С 25 до 30 избыточным весом. Вы это знаете. В США не вегетарианцы имеют в среднем индекс массы тела 28,8. Это такой обыкновенный индекс массы тела у не вегетарианцев в США. Это такая ситуация сейчас. Дети, которые вегетарианцами растут, они на самом деле не просто меньше весят, а они еще и выше на несколько сантиметров, чем другие дети, которые употребляют мясо и все прочие вещи. И на самом деле употребление мяса, скорее, всего связано с ростом в ширину. Я глубоко считаю и по всем исследованиям показывается, что на самом деле борьба с детским ожирением, с тем, что закладывается ребенку с самого рождения, это задача родителей. Задача разумно мыслящих, серьезных родителей. И я вам желаю, чтобы ваши дети росли нормальными, хорошими, ваши внуки росли нормальными, чтобы потом не переживать за те болезни, которые они могут приобрести. С вами был Игорь Царинчук, автор системы Пяти Побед, трансформации в шесть и блога как похудеть легко и навсегда. Я вам желаю всего самого лучшего. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok